Сегодня я хочу поговорить о женщинах-пограничнице. И сегодня я хочу перевести небольшое, два интервью женщины-пограничницы, о ее видении отношений с другими, как она воспринимает этот мир. Этот мир очень похож на мир нарциссов. Но когда я говорю «пограничницы», я не имею в виду службу в погранвойсках. А то, наверное, я представляю, как некоторые, знаете, те, кто служат в погранвасках, набирают пограничник и попадают на мои видео, на наши разговоры о том, как у нас там нарциссы с пограничниками, пограничники с нарциссом. И думают, господи, что это за мафия там такая, что нарциссы – это что, контрабандистская группировка. Почему они постоянно с нарциссами, с пограничниками ругаются, то есть постоянно выясняют отношения. Пользуясь случаем, хочу сказать, что они не имеют отношения к погранслужбе, это пограничное расстройство личности. Ну, что такое коротко? Женщина-пограничница, как вот на это фото, это слепо, глухо, немое в массе своей существу. Так же, как и нарцисс, так же, как и весь вообще кластер B. Они живут в зазеркалии, они не живут в реальном мире. То есть пограничный уровень. Вообще все люди с расстройством личности, они на то и называются пограничный уровень. Это уровень между невротическим уровнем и психотическим, то есть между шизофренией и неврозом они находятся. То есть они еще пока не шизофрения, но уже далеко не невроз. То есть у них есть, они не живут в реальности. Вот пограничный уровень – это люди, которые живут своими иллюзиями. То есть они живут в зазеркалье и проецируют на вас свое зазеркалье. Так же, как и нарциссы, так же, как истерическое, так же, как и антисоциальное. Любое даже расстройство, даже зависимое расстройство в меньшей мере. Но зависимые тоже живут в каком-то зазеркалье, в королевстве гривых зеркал, вот это еще иногда называют, где правда – это ложь, ложь – это правда. Вот это какие-то детскими фантазиями они продают. Они, в принципе, остались в детстве. И все события во взрослой жизни они воспринимают через призму детства. То есть они видят вас, фигур, которые они знали в детстве, они проецируют на вас либо себя там в детстве, либо какого-то родителя, либо еще кого-то, либо сестру. Они, кстати, очень часто любят проецировать сестру, образ сестры, образ брата, образ бабушки, кого-то они постоянно вас видят. Поэтому они как вот такие котятки слепо-глухо-немые. Сегодня хочу перевести одна англоязычная. Есть, конечно, два очень интересных у нас блогера, пограничников. Один такой мальчик, очень интересный, такой экзотической внешности русский. Советую его почитать. У него такой своеобразный юмор. Он говорит, если уж вы решили резать вены, то, пожалуйста, стерилизуйте бритву. Тоже такой своеобразный юмор. И еще одна девочка. Есть одна. Тоже интересная. Но они не так вот копают глубоко, как вот эта девочка. Она из Америки. Но так как американские нарциссы плюс пограничники на меня в последнее, наши бледнолицые братья на меня в последнее время очень сильно обозлились, потому что я провоцирую в них стыд. Мои переводы и Сара, и Денис, и так далее. Они же на своих там сайтах, да, они удаляют тех, кто их критикует. А на моем сайте они, я когда перевожу их, и люди под их видео пишут какие-то комментарии. Я вам скажу, что и Сара, да, нарцисс Сара, и нарцисс Денис приходят на мой сайт и читают, что вы пишете о нем. И комментарии на моем сайте под его же видео очень сильно отличаются от комментариев на его сайте, да. Потому что на его сайте там вот такая вот воровская малина, что называется, да. Там собрались исключительно нарциссы. Всех остальных он заблокировал, да. В том числе и меня. И у него там даже психолог есть, там пограничница, да. Они сидят, вот кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. А у меня-то все по-другому, да. Они все ему говорят, как есть. То же самое про Сару. Говорят, все есть. И поэтому они меня преследуют. Пишут постоянно на меня какие-то жалобы, чтобы меня удалили, забанили. То есть им легче меня забанить, чем признать, что люди реально о них думают. Они не терпят того, что люди о них думают. Их легче вот так просто заблокировать и сидеть в этом своем квакать, в своем болоте из кластера Би. Я в предыдущем видео рассказывала, почему нарциссы и пограничники любят тусоваться друг с другом. Потому что они друг друга не критикуют. Потому что у них вот они одинаковые. И вот сейчас вот это видео девочка как раз это расскажет про то, в чем, собственно, они одинаковые. И пользуясь случаем, я хочу вам, так как я не могу в связи с авторскими правами, да, многие видео здесь выкладывать. Большинство видео самых интересных с видеорядом интересным расположены на моем Рутуб канале. Вы можете и в канале ВКонтакте. Вы можете пройти по ссылке. Там это все описано в описании. Там есть все эти видео. Там я могу более свободно, не боясь претензий каких-то. Так вот, эта девочка, ее зовут, сейчас пока не вижу, как ее зовут. Она выпустила видео, в котором рассказывает, что пограничная женщина хочет своего партнера. Она говорит, что девочка пограничница – это ребенок в женском теле. И она говорит, что мы живем в мире, где у нас есть три стратегии защиты. Это бей, замри, беги. И когда мы встречаемся с некими партнерами какими-то, мы реализуем вот эти три стратегии. Это опять-таки небезопасная привязанность. У нее в детстве была мать, которая была такая нестабильная, пограничная, скорее всего. И она не давала ей стабильность. И она ищет себе очень сильного партнера. Помните, я когда говорила, что... Смотрите, у нарциссов и пограничников есть как бы... С одной стороны, желание контроля. Они хотят человека, которого они могут, безусловно, контролировать. Потому что контроль создает благоприятную, безопасную среду. Потому что нарцисс и пограничник – это прежде всего невротик, который забочен своей безопасностью. А когда человек, ну, благодаря, ну, знаете, пирамидам маслов, да, вот, безопасность – это превыше всего. Это важнее, чем удовлетворение своих эмоциональных потребностей. Поэтому для нарцисса вот контроль и безопасность означают безопасность. Безопасности нет ничего. Вроде бы нарцисс и пограничник хочет найти как бы такого человека, которого они могли бы контролировать. Это да. Но с другой стороны, они ищут человека, которого сильного, да, который даст им защиту и чувство безопасности. Потому что у нарциссов, это у нарциссов и пограничников, и даже у нарциссов на невротическом уровне, да, есть и такие, и о них будут рассказывать. У них это основная проблема. У них безопасность, да. То есть родитель не дал ощущения безопасности, чувства безопасности. Поэтому они постоянно ищут какого-то такого сильного, авторитарного фигуры, который даст им вот это чувство безопасности. Но тут вступает в конфликт, а такого сильного человека невозможно контролировать, да, и подчинять своей воле, чего хотят нарциссы. Но пограничники, в принципе, готовы подчиняться, зависимые готовы подчиняться. Но тоже они как-то условно пограничники очень часто переходят в режим нарциссизма. Так же, как некие нарциссы, не все, да, переходят иногда в режим пограничников. То есть вот это у них, вот это переходы есть, да, то есть обмен идентичности. Немножко это показано было чуть-чуть в фильме «Сумерек», да. То есть Эдвард, вампир, хотел стать нормальным, а Белла, нормальная, хотела стать вампиром. То есть они хотели обменяться идентичностями. Я потом буду этот фильм немножко подробнее разберу. Так вот. То есть реализуются три стратегии. Я либо начинаю молчать. Ну, в принципе, это то же самое. Все стратегии реализуют и нарциссы. То есть они либо молчат, когда они сталкиваются с какой-то фигурой, который не делает то, что им надо, или какой-то опасной фигурой, они начинают устраивать молчанки, либо они уходят сразу через вот это вот любовная бомбардировка, стадия идеализации, она длится там какой-то там шесть недель, да, вот как-то выявили эту формулу, я не знаю как, но в принципе, да, шесть недель. Она длится шесть недель, потом да, все, либо реализуются три стратегии. Бей, замри, беги. Либо начинается молчанка, либо партнер атакуется, либо просто уходит без объяснения причин. И у пограничников то же самое. Говорит, мы реализуем. Я, говорит, могу, то есть замри, это когда у меня происходит, она говорит, диссоциация, то есть я как бы становлюсь я-не-я, и возможно... Это, говорит, связано, что у нас есть страх отвержения. Но дело в том, что пограничники, они больше понимают, чем нарциссы. Вот они все-таки более здоровые, в отличие от нарциссов. То есть они ближе к норме, да, больше. У них есть доступ к большинству чувств, да, по сравнению с пограничниками, с нарциссами пограничников. Вот, и она поэтому, она может лучше объяснить, что происходит в том числе в голове нарцисса. То есть она говорит, когда я расщепляюсь на партнера, да, вот после стадии реализации, это, мне кажется, что это я-не-я. Вот, и... Ну, здесь еще у них страх поглощения, а страх поглощения есть тоже у нарциссов. То есть у них же нету личности, они боятся, что они сольются с вами, и они станут вами. А это противоречит их грандиозности, ну и плюс, как бы, им кажется, что как это так, я стану частью кого-то. А это не очень приятно, да? Ну, никто же не хочет быть частью кого-то. Ну, кстати, у зависимых расстройств, они, как бы, готовы стать частью кого-то. У них нет такого... Стратегия Бей. Она говорит, вот это ту стратегию, которую я применяю. Ну, у всех разные стратегии, запомните. Нарциссы применяют все три стратегии, пограничники тоже в равной степени. Ну, обычно, говорит, я сбегаю от партнера. Без всякой причины. Он говорит, и когда я убегаю, у меня такое вот детское примитивное желание, чтобы ты за мной побежал и кричал. Ай, вернись, я все прощу. И потому что я тебя люблю. Это какой-то... Вот это, как бы, детское... Вы видите, она даже на ребенка похожа. Вот, и вот она вот эту вот сценарий разыгрывала с мальчиком, с которым... С нарциссическим мальчиком, ну, естественно... Ему это не понравилось, он стал... И он не понял, что-то со мной происходит. И, естественно, он взял это... Мое поведение воспринял как оскорбительное, что естественно. Ну, представляете, девочка ни с того, ни с сего берет и убегает. Именно поэтому нарциссы-пограничники друг друга понимают, потому что они, как бы, не обижаются. И даже когда нарциссы уходят, как резко или начинают резко обесценивать, они, как бы, друг друга, ну, не воспринимают это слишком серьезно. Они знают, что за этим стоит, что за этим стоит патология, и особо не обижаются. Я буду показывать, что ты отвратительный. На самом деле это с тобой, с партнером абсолютно не связано. Это просто мои проекции из детства. То есть это реакция на мою травму детства. То есть они, как бы, на вас отыгрывают травму детства. То есть что я хочу от своего партнера? После того, как... Что вот я хочу... Здесь очень интересно. Я хочу, чтобы вы вот эту мою боль, которая у меня есть с детства, вот эти все чувства тревоги, непринятости, ну, всю вот эту боль забрались к себе. Они говорят, как-то бы их избавили меня от этих эмоций. Обычно, знаете, как происходит? Нарцисс или пограничник находит человека, похожего на родителя, проецирует на него образ родителя и берут вот эти все... Так как у нарцисса и пограничника в голове лежит вот такой заложен токсичный образ, он токсичный, и он не дает, как бы, и пограничнику, и нарциссу построить нормальные отношения, потому что он на всех проецирует вот этот образ родителя. И когда они встречают партнера, в его голове и вот эти есть токсичные интроекты, что ты плохой, что тебя обязательно бросят, и из-за этого они не могут построить отношения. И они как бы иногда стараются спроецировать на партнера этот образ и избавиться от этого партнера вместе с образом. Им кажется, что если они избавятся от вас, то они избавятся и от образа, вот этот токсичный интроект, который есть у них в голове, который был заложен в детстве. Ну, то есть на вас возлагается обязанность вашего излечения. То есть они таким образом хотят, чтобы вы их излечили. И я говорю, я не знаю как, но вы должны меня вылечить. Я говорю, я понимаю, что это безумие, но на эмоциональном уровне они вот именно этого и хотят. Но вот смотрите, раз они и нарциссы, и пограничники бесконечно вот так вот это делают, значит, в этом есть какой-то смысл. Если их эволюция и природа заставляют вот так вот постоянно компульсивно из раза в раз поискать партнеров, похожего на родителей, и пытаться что-то как-то переиграть, что-то переделать, значит, в этом есть какой-то смысл. Ну, в эволюции, в природе нет ничего просто так, да? Нет ничего просто так. Всё имеет какой-то смысл. Если они это делают, значит, это возможно каким-то образом. Но почему-то ни у кого этого не получается. Они, мало того, они находят партнера и начинают вот вести себя неадекватно, получают неадекватную реакцию, и их травма ещё больше увеличивается. Я, говорит, у меня были вот травмы в детстве, я пыталась их, эти травмы, вылечить с помощью алкоголя. Вот они вылечивают, видите, татуировочки, они очень любят татуировки. Это не self-harm. Они как бы таким, им кажется, что они недостаточно хорошие, они достаточно красивые, поэтому они вот должны вот как-то себя украсить. Запомните, татуировки – это первый признак кластера B, расстройства личности. Но у неё татуировки не агрессивного характера, потому что нарциссов обычно это какие-то черепа, какие-то там символика смерти, что-то льва, львы, волки, тигры, и, в общем, они ассоциируют себя с хищниками. Ну, вот она рассказывает про своего какого-то… Вот она рассказывает, что говорит, «Я хочу, чтобы вот у меня какая-то внутри эта боль, и я хочу, чтобы вы эту боль забрали себе или убрали от меня». Ну, получается, что они эту боль не убирают, а как бы они хотят, чтобы вы забрали. То есть заставляя вас страдать, они как бы думают, что у них такое магическое мышление, что вы забираете их боль. Поэтому они портят вам праздники, портят вам настроение, звонят вам по ночам, когда вы спите. Они хотят, чтобы вы тоже страдали. Поэтому говорят люди, как только вы узнали, что личность пограничная, нарциссическая, имеет расстройство личности, вам нужно от них избавиться, потому что они будут вам портить жизнь. Они единственное могут хорошо существовать в отношениях, когда... По расчёту. Вот они там прекрасно существуют. По расчёту. Вот. Первые отношения у меня там были драки, да. Вторые отношения были на большом расстоянии. Это, кстати, тоже очень типичное для вот этого кластера B отношения на расстоянии или большую разницу в возрасте. Вот. Она говорит, я предпочитаю вот эти отношения на расстоянии. Кстати, у Сары это есть. Такое дело. Тоже. У него канализ был. И второй был тоже. Она ни разу с ним даже не виделась. Это связано со страхом поглощения. То есть... Ну, там многие разные страхи, да. Что... Но, скорее всего, это тоже... Когда человек... Люди на расстоянии, это, во-первых, они чувствуют себя в безопасности, да. Запомните. Нарциссы — это жуткие невротики. Они боятся всего. Нарциссы, пограничники. Плюс им гораздо безопаснее не имели отношения к своей фантазии. Вот. И поэтому отношения на расстоянии для них самое то, что называется. Она говорит, что меня пусть бросит, чем... У меня страх поглощения сильнее, чем страх отвержения. Вот. Я не боюсь, что у меня страх отвержения, потому что у меня уже изначально, я когда иду в отношения, я уже думаю... Знаю, что меня бросят. То есть у них вот эта вот такая обреченность, да. Поэтому они ведут себя так вот демонстративно, пренебрежительно, потому что они уже решили, что вы их бросите. И вот у меня, говорит, я опять вступила в отношения. Как только пограничники или нарциссы вступают в отношения, где есть эмоциональная связь, их тут же начинают засасывать в эту воронку травмы. Начинается боль. И, естественно, эта боль связана не с моей травмой, а с вами. Это вы меня, значит, спровоцировали. Мне кажется, что это вы виноваты в том, что у меня травма. То есть почему опасно, да, находиться с ними. Ну, у него тоже были какие-то проблемы с контролем агрессии, и он тоже не осознавал свои приступы агрессии. Он, короче говоря, ее постоянно оскорблял и это самое, а потом отрицал до тех пор, пока, говорит, я не выслала ему скриншот. Все. Нарциссы, когда поставишь или пограничников поставишь перед фактом, да, они будут отрицать и сами верят, что они как-то вели. А когда вы уже выслите им скриншот или доказательство, вот тут начинается самый трэш. И вот они там сидят, спорят. Она живет в какой-то своей фантазийной реальности, он живет в какой-то фантазийной реальности, и вот они общаются, он навязывает ей свою фантазию, она ему свою фантазию, и вот они сидят, спорят. Нет, ты кричал, нет, я не кричала, и... Ты что, думаешь, что я сумасшедший, а она думает, что он сумасшедший? В общем, человек, они не могут общаться, несмотря ни на что. это всегда будет трэш. Но это всегда будет трэш. Чем это закончилось? И, говорит, как я с этим справлялась, я начала пить, чтобы избавиться от этого. и причем она, говорит, я пила за рулем, чтобы повысить. Избавьте меня от моей вот этой боли, и вот она... Но факт то, что она находит таких же больных людей, да, и пытается, чтобы как-то вот... Чтобы они ее излечили. Они же сами больные, да. И вот они как-то пытаются, и у них ничего не получается. Со здоровьем у нее тоже ничего не получается. У них со здоровьем тоже ничего не получается. Так что... И это, в общем, получается, что они друг друга еще больше травмируют. Понимаете? И выхода нет. В общем, вот это алкоголь, и у Сары тоже алкоголь. И так далее. И еще одно видео хотела перевести этой же девушке. Авторитарная фигура. То есть у нарциссов, у пограничников есть так называемый favorite person. Это любимый человек. Это как бы некая абсолютно патологичная фигура. То есть это фигура, которую он нафантазировал в своей голове. и он спроецировал эту favorite person на кого-то, да. Приписав кому-то какие-то нереалистичные особенности. Ну, я раньше описывала, что это вот похоже на как вот Золушка в фильме... Фея в фильме Золушка. Вот к Золушке приходит фея. И вот эта фея, вот это как раз favorite person. Она решит все проблемы. Она всемогущая. У нее есть волшебная палочка. Она захочет мне там... Она может меня и тыкву в карету превратить, отвезти меня на бал и решить дать мне то, что мне не дали родители в детстве. Да, вот это чувство безопасности, любви и удовлетворения моих детских потребностей. Но поймем favorite person. У нарциссов и пограничников может быть не у всех, но, по крайней мере, у Дениса это он тоже объяснял и у вот этой девушки есть такой, так называемый, очень авторитетная фигура. Эта авторитетная фигура обычно человек, который гораздо старше может быть, и на нее проецируется образ как бы такого сильного всемогущего родителя, вот именно этой феи. И чем она отличается от вот такого партнера, это тем, что они эту favorite, эту авторитарную фигуру не обесценивают. Когда они лучше обесценят себя, чем эту авторитарную фигуру. И если, например, эта авторитарная фигура его отвергнет, то они будут думать, что проблема в них, а не в этой авторитарной фигуре. То есть они идеализируют ее и приписывают ей какие-то вот особые полномочия. Но это, скорее всего, такое родители. И вот она говорит, кто может быть авторитарной фигурой. Ну вот у Дениса там вот его там в армии начальник какой-то или в тюрьме там на какой-то начальник. Это может быть психолог, это может быть даже родители моих друзей, учителя там и так далее. И вот эта девочка говорит, что я идеализирую Сару. Вот эту Кластер Би Милкшейк, которую я перевожу. Мне кажется, она такая сильная, она такая независимая и я ей восхищаюсь. Мне кажется, она знает, чего она хочет. Вот именно вы знаете, им кажется, что она знает, что она хочет. она может быть сильная фигура, цельная. Но почему именно Сара? Вот они в упор не видят. Почему пограничница идеализирует Сару? Вот эта Сара, у нее трое детей. Все трое детей, они из-за ее токсичного поведения превратились в овощи. И даже сама Сара говорила, обращаясь ко всем девушкам, нарциссам, ни в коем случае не рожайте детей, потому что вы не сможете воспитать нормальных детей. Ваши дети будут патологичными. И она говорит, я сейчас Сара страдаю, потому что у нее все дети больные. Там аутизм, нарциссизм, и мне приходится со всем этим иметь дело. Но это почему? Потому что Сара очень токсичная, она эгоистичная, она разделила детей на любимчиков, на нелюбимчиков, их терроризирует, и она не может им дать любви ее безусловной. Она их не любит. У нее есть такое «Вы моя команда, мое продолжение, я вас люблю, потому что вы мое продолжение». Она их не любит как личности, как отдельной личности. Но это не мешает этой пограничной девушке идеализировать нарциссов. Почему же пограничные девушки не видят в нарциссах, не могут критически относиться к нарциссам, И не видят насколько она жестокая, как она идеализирует серийных убийц, несмотря на то, что у нее отсутствует эмпатия, она говорит ужасные вещи. Все равно эти пограничницы ее идеализируют. А почему? Потому что в них есть вот эта нарциссическая часть. Они считают, что это правильно, так надо, так нужно выживать, нужно стать волком, чтобы выжить в волчьей стае. То есть представление о мире, как эта стая каких-то бешеных псов. Кругом псы, и нужно быть бешеным псом, чтобы выжить, то есть каким-то таким уголовником. Потому что это часть их, и поэтому говорят, что нарциссы могут перейти теоретически в пограничника, а пограничники очень часто становятся нарциссами, потому что у них есть вот эта часть нарциссическая.